А в Большом порту Санкт-Петербурга сегодня нашли тонну кокаина из Никарагуа. Таможники изъяли тысячу брикетов с наркотиками общим весом более тонны. Стоимость такой партии на черном рынке оценивается примерно в 11 миллиардов рублей. Брикеты нашли в грузовом контейнере, который прибыл из Никарагуа. Часть партии была помечена как ВВВ, а на другой части была надпись Диор. Что означает такая маркировка неизвестна. Это, видимо, первостатейный продукт. Всего за прошлый год, по данным Федеральной таможенной службы, в Петербурге и Ленинградской области изъяли 4 тонны наркотиков. Обсудим эту тему подробнее с Андреем Сошниковым, главным редактором архитектурного проекта «Система». Андрей, здравствуйте. Всем привет. Ну, всех, наверное, впечатлила вот эта вот огромная цифра, во сколько обходится тонна кокаина из Никарагуа на черном рынке в России, видимо. Но, в принципе, как я понимаю, именно Петербургский порт исторически – это такая точка, через которую идет наркотрафик. Или в России, или из России. И, возможно, именно поэтому вокруг им так всегда интересовались разнообразные ОПГ, и контроль над ним казался таким важным для российских властей. Расскажите чуть подробнее об этом. Я начну издалека, но быстро приду в современность. Вообще, интересная идея у Петра I была основать город в Дельте-реки и одновременно у залива. Обычно так не делают, потому что эти города затопляют. И в Петербурге было всегда очень много наводнений, пока не построили дамбу. Вот я, например, застал последнее наводнение в Петербурге в 2003 году, когда еще дамба была не до конца построена. Что это дает в плане преимуществ? Минусы от наводнения преимущества такие, что у других городов есть морской фасад, который расположен в заливе. Вы когда туда приплываете, на каком-то судне, вы видите сразу же город, набережную, как в Хельсинки, например. А в Петербурге вы видите огромный порт, потому что из этого порта сразу же по каналам, по реке грузы доставляются дальше по разным городам, по стране, в разные логистические центры и так далее. Поэтому единственный и самый важный ответ на ваш вопрос, почему в Петербурге так часто ловят каких-то контрабандистов, в частности наркоторговцев, это порт. Порт контролировался ОПГ различными в 90-е годы. Была такая компания «Русское видео», которая управляла портом, но владела им на самом деле Тамбовская организованная преступная группировка. Если вы посмотрите расследование Навального про дворец, оно примерно начинается с того, что жена Владимира Путина на тот момент отправляла факсы прямо из порта. И по воспоминаниям даже высокопоставленных чиновников того времени мы можем сделать вывод, что Путин оказывал очень серьезную поддержку и содействие владельцам порта на тот момент, потому что это действительно для города очень важная штука. Сейчас, конечно, закончились 90-е, у Большого Петербургского порта довольно респектабельные владельцы, они собираются вообще его переносить из города в Ленобласть, но вот это расположение города, оно по-прежнему позволяет доставлять не только легальные грузы, но и нелегальные. Например, когда на Финском заливе стоит лед, можно выкидывать часть груза с судна на лед, и его там те же самые контрабандисты забирают, им даже его не нужно в порт возить. А если говорить о вот этой вот как бы нелегальном пути, направлении, что ли, и спорта дальше внутрь России, кем это прикрывается, каким образом, в принципе, такие огромные поставки возможны, учитывая, что все-таки это наказуемо? Петербургские СМИ об этом много писали, я только перескажу их, например, Фонтан Куру, что существуют в Колумбии, в Никарагуа целые логистические центры. Туда можно позвонить или отправить электронное письмо, заказать груз, вам предоставляют адрес на криптовалютном сервисе или банковский счет, куда вы переводите деньги через подставное лицо, и потом эти суммы колоссальных переводов в Эквадор, в Никарагуа, они даже составляют определенную статистику, то есть контролирующим органам видно, что очень много почему-то люди переводят денег своим родственникам в Эквадор, гораздо больше, чем какие-то другие, более популярные у россиян страны. Потом груз попадает на судно, попадает в Африку, возможно, промежуточная остановка, и, наконец, в порт. У многих преступных группировок в России, которые этим занимаются, действительно есть крыша силовиков. У некоторых высокопоставленные силовики, у некоторых не очень высокопоставленные, какого-то совершенно рядового уровня полицейские. И если мы посмотрим даже отчет ООН о состоянии торговли кокаином в 2023 году, мы прочитаем там про морской порт, что он действительно является одним из крупнейших в мире логистических центров по доставке нелегальных наркотиков, в частности, кокаина. И вторая интересная идея... Про морской порт Санкт-Петербурга, да? Там прямо это так и написано. Морской порт Санкт-Петербурга. Именно так. И вторая вещь, на которую они обращают внимание, что все меньше людей перевозят кокаин самостоятельно. Ну, то есть есть, например, люди, которые глотают небольшие капсулы с наркотиком, и их потом тоже ловят. Так вот, все меньше вот таких индивидуальных перевозчиков и все больше доставляют в контейнерах организованно, вместе с бананами и даже с брендингом, как мы видим сейчас на кадрах, которые предоставила ФСБ и таможенная служба.